Больше надежд нет Пультовые песни группы кино лучше всего характеризуют эпоху конца 80-х, начало 90-х. События, которые назревали еще в эпоху застоя, произошли аккурат после перестройки. Многие люди восприняли крутой поворот в истории с воодушевлением. Выбранный суверенный путь открывал для Беларуси большие перспективы, новые мечты, свежие идеи, немыслимые надежды. В то время окрыленный романтизм напрямую затронул и футбол. Двой чемпионат, все, как я смолодечно могу через год, через два пробиться в Еврокубке. Все об этом только мечтали. То, что еще вчера было отдаленным сном, вмиг стало досягаемой реальностью. Переполнявший энтузиазм и небывалое вдохновение, царившие в большинстве команд, не разделяло разве что Минская Динамо. Для него закрытие союзного чемпионата все же означало шаг назад. Молодые все приходили, все старались добиться своего. Хотели все уехать. Все-таки в Беларуси были не те деньги, чтобы зарабатывать, как в Советском Союзе. Так получилось, что в конце 91-го Молодещинский Металлург выиграл Кубок Миллионов и готовился дебютировать во второй союзной лиге. В 92-м году, если бы чемпионат союза продолжался, то уже Беларусь имела бы от каждой области по команде. Мы настраивались именно на чемпионат СССР. Минская Женинама в 1991 году завершила чемпионат Советского Союза на восьмой строчке и зимой отправилась на сбор в Италию. Благодаря громкому переходу в Ювентус Сергея Олейникова к высшей лиге минчане готовились в комфортных условиях. Приятным бонусом добавились еще и премиальные. Одники фрештал такого. Выигрывайте, будете получать. Мы выигрывали все на сборах. Получали. Однако судьба внесла свои коррективы. Двум самобытным командам предстояло сразиться уже в первом туре чемпионата Беларуси. Когда была жеребьевка, то я так, ну как бы не сказать, что горел желанием, но думал, вот бы если с «Динамомин» в первом туре сыграть. И получилось, когда тянули, то «Динамовцы» вытащили первый номер, а я вытащил 16-й. И первая 16-я команда в первом туре и встречалась. Интриг к центральному матчу тура было достаточно. Здесь и Георгий Кондратьев, и Александр Кисти, и Сергей Гомонов. Эти футболисты имели богатое «Динамовское» прошлое. Ну, а о молодом и перспективном в то время тренере Сергею Боровскому не говорил, разве что ленивый. Бывший «Динамовец» – это, естественно, просто свои команды, которые ты знаешь как облупленную. Всех игроков прекрасно знаешь, их лучшее качество, как против них противостоять. Поэтому в плане, как говорится, стратегии и тактики тут вопросов не было. Торжественный оркестр, румяны, каравай от белорусских красавиц и 6 тысяч зрителей на «Старичке Динамо». 18 апреля 1992 года – безусловно, знаменательный день в истории всего белорусского футбола. Душевная атмосфера чувствовалась во всем. Быть причастным к новой летописи национального чемпионата все же бесценно. Да и зрители ходили, и игра была какая-то. То есть «Динамо Минск» все настраивались тогда. Еще прошлой осенью «Белосиние» наводили ужас на признанных грандов советского футбола. А уже в начале весны им предстояло проверить свои силы на фоне вчерашних физкультурников. Хоть мы и выиграли там в 91-м все в республике и Кубок Союза были тоже, можно сказать, на подъеме, но все равно это были в основном ребята первенства Белоруссии и первенства области. Не пропустить и по возможности забить. В противостоянии с «Динамо» главный критерий для большинства отечественных клубов был именно таков. Психологически нам удалось настроиться очень хорошо, без мандража. Ну, мандраж, конечно, был у ребят немножко, но настрой был действительно запредельный, поэтому игра получилась боевая, так сражались, не щадили себя. В тот вечер «Динамо» обстучало все штанги и перекладины, но огорчить гостей так и не сумело. «Металлур», к удивлению, не стушевался и пару раз сделал серьезные вылазки к владениям минчан. В итоге победила дружба. Они были уверены, что нам забьют штучки 4 как минимум, но отсюда и вот эта немножко, может быть, вальяжность у них присутствовала. Ну, у нас это уже их проблемы, а не наши были проблемы. Может, и был какой-то недострой, что все-таки мы «Динамо» Минск, тут команды, которые играли во второй лиге. Хотя, сказать, вторая лига была союзная, поинтереснее, чем наша высшая сейчас. Счастливый Сергей Боровский и немного растерянный Михаил Вергеенко. Нулевую ничью первого матча тренеры на бровке изложили в разном настроении. Хорошо, что это случилось в стартовом матче. Почему? Потому что каждый реально ощутил, какая будет полнейшая самоотдача со стороны соперников. Где-то, может, повезло, где-то не повезло. Но старт, я думаю, с такой командой, это просто здорово сыграли. Никифорович тогда ничего вроде бы не забил. В следующей игре забил. Потом это немножко повлияло на некоторых ребят. И уже следующий матч домашний, когда, казалось бы, вот, 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 некоторые уже посчитали, что они что-то на румеет. Первый чемпионат прошел в один круг и завершился ожидаемой победой Минского «Динамо». Юрий Антонович сразу после окончания сезона уехал в московский ЦСКА, а Сергей Боровский вскоре возглавил национальную сборную Беларуси. Постепенно «Динамовцы» из флагмана превратились в одного из лидеров. «Металлург», сменив название, через несколько лет покинул высшую лигу. Сам же чемпионат все эти годы, вопреки критике и передрягам, не переставал радовать нас удивительной и насыщенной жизнью, которая продолжается и по сей день. Пожелай мне удачи в бою, пожелай мне не остаться в этой траве, не остаться в этой траве, пожелай мне удачи, пожелай мне удачи. Субтитры создавал DimaTorzok